В рамках региональных встреч зато Александровск с рабочим визитом посетила депутат Госдумы Татьяна Кусайко. С личными вопросами к парламентарию смогли обратиться местные жители. Снежногорец Александр Горбач пока еще служит в войсках, но уже задумывается о пенсии. Льготы льготами, а очередь на получение жилищной субсидии у военных все же есть. Самое сложное в ситуации Александра – отследить свой порядковый номер на предоставление сертификата. Нет электронной версии сайта, где можно ввести данные и получить всю необходимую информацию. То есть при регистрации, допустим, тот же самый бывший Ружо, нет такого сайта. Подобные вопросы Александровцы смогли задать лично Татьяне Кусайко. У Большой Зато теперь уже депутат Государственной Думы приехала в рамках региональных встреч. О медицине в муниципалитетах, о дорогах и расселении говорили вместе с новым главой Александровска на приеме. Это опять же тот путь, который помогает решать вопросы, если они касаются именно местного уровня, более быстро и, конечно же, более профессионально. Просто есть разные уровни с точки зрения муниципалитета для привлечения, допустим, узких врачей-специалистов. Мы прорабатываем сейчас программу, которую мы могли бы предоставить специалистам, прибывающим к нам, к врачам. Квартира не просто благоустроенная, но так называемая квартира по ключу. Я думаю, что в следующем году мы это спокойно все реализуем. Сейчас депутат Госдумы продолжает работать над привлечением в гражданскую медицину военных учреждений и их специалистов, которые смогут оказывать помощь не только военнослужащим, но и членам их семей. А после успешно пройденных в регионе онкопатрулей составлен и план по сотрудничеству с врачами-аллергологами. Здесь особенность такой является, прежде всего, образовательные программы, то есть возможность специалистов обучения на месте специалистов и консультации тяжелых в диагностическом порядке детей или взрослых для того, чтобы не выезжать в областной центр. Поэтому я уверена, что этот проект у нас тоже заработает. Особенно продуктивной получилась встреча с девушками из Женсовета Полярного. Как член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайка к представителям Совета обратилась с предложением войти в ассоциацию содействия гражданам ЗАТО Минобороны России. Задачи поставлены, их достаточно много. И они в основном касаются действительно качества жизни на территории ЗАТО. Ну и те предложения, которые касаются федерального уровня, я, конечно же, отработаю. Над привлечением средств муниципальное образование, которые смогли бы помочь решению многих городских проблем, работают и региональные органы власти. Мы сегодня увеличиваем средства регионального бюджета на выравнивание бюджетов муниципальных образований. То есть мы оказываем очень серьезную поддержку, в разы увеличивая здесь бюджетное ассигнование, максимально оказывая помощь ЗАТО Александровск. Причем тут вне зависимости от городов, по всем городам, населенным пунктам мы работаем. Так, недавно принятый закон о городах воинской славы, к таким относится и Полярный, позволяет привлечь из федерального фонда дополнительную сумму. Такая совместная работа всех уровней власти и рациональное использование регионального бюджета создадут условия для процветания муниципалитетов. Продолжение следует... Продолжение следует...